Добрый день. Достаточно серьезная тема эволюции лечения рака легкого. Но, к сожалению, у нас особенности лечения в том, что появилось очень много опций. Эти опции взаимосвязаны с морфологическим компонентом. Сей, не уйди, пожалуйста. Извините, прошу прощения. Особенности субботнего утра. И мы начинаем нашу собственную конференцию с большого обзорного доклада Полины Сергеевны Феоктистовой, который посвящен именно эволюции лекарственного лечения рака легкого. Продолжим с морфологическими аспектами. Рассмотрим непосредственно практические данные к клиническим случаям. В общем, будет интересно. Мы начинаем. Полина Сергеевна Феоктистова представляет МКНС имени Логина в заведующем отделении химиотерапии с докладом эволюции лекарственного лечения рака легкого. Прошу вас, Полина Сергеевна. Добрый день. Доброе утро. Доброе субботнее хмурое утро, уважаемые коллеги. Видно ли мой экран? Видно, да? Отлично. Так, сейчас я попробую демонстрацию запустить. А почему-то. Не получается открыть слайды в режиме презентации. Секунду. Итак, уважаемые коллеги, как уже анонсировала Ирина Ивановна, сегодня у нас большая тема конференции, посвященная раку легкого и новым аспектам в лечении. И у меня достаточно большой доклад, который очень-очень интересный, на мой взгляд. И мне бы хотелось сегодня обсудить с вами стратегию эволюцию лекарственной терапии рака легкого. Обязательный слайд о раскрытии возможного конфликта интересов. И я позволю себе немного остановиться на статистике. Возможно, Ирина Ивановна в дальнейшем дополнит эти данные. По данным Международного агентства по изучению рака, рак легкого остается онкологическим заболеванием, ведущим в структуре заболеваемости во всем мире и, к сожалению, ведущим в структуре мировой смертности от онкологических заболеваний. Но когда я готовилась к этой конференции, я нашла очень интересное сообщение Национального института статистики рака, который ежегодно прогнозирует количество заболевших и умерших в Соединенных Штатах Америки от той или иной злокачественной патологии. И вот если вы обратите внимание на слайд сейчас и посмотрите на кривые заболеваемости, касающиеся рака легкого, то мы увидим, что та антитабачная кампания, которая в Соединенных Штатах была запущена гораздо раньше, чем в Российской Федерации, имеет уже практически 30-летнюю историю, все-таки оказала свое воздействие. И касаемо рака легкого, мы видим снижение, такое плавное снижение кривой, плавное, постепенное в течение многих лет снижение кривой заболеваемости раком легкого среди мужского населения в Соединенных Штатах Америки и более крутую, менее, скажем, пологую, только начинающуюся снижаться кривую заболеваемостью раком легкого среди женского населения в Соединенных Штатах Америки. Прогнозируемое число снижения заболеваемости, которое по данным Национального института статистики Соединенных Штатов произойдет в этом году, приблизительно будет составлять 28%, достаточно значимой цифры. И то же самое происходит с кривыми смертности, которые в Соединенных Штатах Америки также потихонечку плавно снижаются, несколько быстрее и лучше среди мужского населения и несколько более плавно среди женского населения. Потому что мы все помним, что в начале вот этой антитабачной кампании, когда мужчины стали более активно бросать курить, то был какой-то всплеск, какое-то время всплеск курения среди женского населения и возможно вот эта кривая более плавная среди женского населения обусловлена именно этим. Что касается Российской Федерации, по данным Международного агентства по изучению рака, рак легкого в структуре онкологической заболеваемости в Российской Федерации находится на третьем месте после рака молочной железы и колоректального рака. Что касается данных российской статистики, представленных институтом имени Герцена, ежегодно представляемых институтом имени Герцена, то здесь мы видим, что, к сожалению, очень печальные данные о том, что рак легкого остается ведущим в структуре онкологической смертности. И если обратить внимание, то очень небольшой разрыв в количестве впервые выявленных случаев рака легкого и в количестве умерших ежегодно пациентов, хотя мы понимаем, что в структуру смертности входят пациенты, выявленные в предыдущие годы. Какие же существуют основные факторы, которые будут определять выбор терапии первой линии у пациентов с метастатическим раком легкого? Ну, прежде всего, и сейчас мы идем по этому пути, мы идем по пути персонифицированной медицины, и именно этот путь позволяет нам добиваться все больших и больших успехов в лечении наших пациентов. Прежде всего, это морфологический подтип опухоли, и сегодня после меня будет выступать наш заведующий по томорфологическим отделениям Вячеслав Николаевич Гриневич, который анонсирует эту тему более подробно и более подробно расскажет о тех новшествах, которые происходят именно в морфологической верификации и в иммуногистохимической верификации рака легкого. Но что касается персонифицированного выбора терапии первой линии, то, конечно же, мы основываемся на гистологическом подтипе опухоли. Вторым сейчас очень, на мой взгляд, важным фактором является история курения, и в настоящее время проходят исследования с использованием современных методов лечения в виде чекпоинта ингибиторов, применение которых у пациентов, которые не обладают историей курения, видимо, будет все-таки несколько ограничено. Далее, это наличие драйверных мутаций в опухоли, и при раке легкого это крайне распространенные мутации, и при их наличии мы должны начинать терапию именно с таргетных препаратов. И в свое время это была революция в лечении немелкоклеточного рака легкого. На лечении пациентов с наличием драйверных мутаций я позволю себе сегодня остановиться только по касательной и больше времени уделить такому фактору, как PD-L1 экспрессия, и то лечение, которое мы используем у пациентов в настоящее время при выявлении этого фактора. И следующим, и также очень важным фактором является оценка общесоматического статуса пациента по восточно-европейской шкале. Рак легкого в основном представлен немелкоклеточной опухолью, которая составляет более 85% случаев от всех впервые выявленных случаев рака легкого. Из немелкоклеточных раков мы наиболее часто имеем дело с аденокарциномой, менее часто с плоскоклеточным раком легкого, но тем не менее тоже достаточно часто. Также с крупноклеточной аденокарциномой, которая более редкий по типу опухоли. И существуют также другие, более редкие по типу немелкоклеточного рака легкого, которые тем не менее встречаются в нашей рутинной клинической практике. На долю мелкоклеточного рака легкого по разным данным приходится от 13 до 15% от всех впервые выявленных случаев. И если мы обратимся к тому, как мы лечили пациентов раньше, к тем показателям, по которым мы оценивали эффективность нашего лечения, то 40 лет назад, 30-40 лет назад медиана общей продолжительности жизни пациентов с распространенным раком легкого составляла приблизительно 3 месяца при том, что в лечении этих пациентов использовалась лучшая поддерживающая терапия. Постепенно внедрение в практику, в клиническую практику все новых и новых лекарственных препаратов, появление в конце 90-х годов и активное использование платиновых дуплетов позволило достигнуть медианы общей продолжительности жизни в районе 10 месяцев. Это уже был такой достаточно мощный прорыв лечения этих пациентов, но в данное время мы видим, что за последние более чем 30 лет медиана общей продолжительности жизни пациентов с распространенным онкологическим процессом в легких увеличилась в 10 раз. И мы можем сейчас говорить о медиане общей выживаемости в районе 30 месяцев с использованием именно персонифицированного подхода в лечении пациентов, с использованием таргетной терапии в первой линии при наличии драйверных мутаций, либо при использовании комбинации чекпоинт-ингибиторов и противоопухолевой химиотерапии. Таким образом, это значимый успех в лечении крайне тяжелого заболевания. Что касается драйверных мутаций при немелкоклеточном раке легкого, они в основном выявляются при немелкоклеточном раке легкого и имеет их смысл более активно искать, конечно же, при этом гистологическом подтипе опухоли, то преимущественно они представлены мутациями и GFR, и KERAS, и ALK. И также есть редкие подтипы, но тем не менее те подтипы, которые сейчас уже предполагают лечение с первой линией терапии таргетными препаратами. Это BRAF мутация, это ROS1 мутация, это RET и MEG мутация. И все эти мутации крайне важно диагностировать у пациента до начала лечения. Только тех пациентов, которые отягощены, соматический статус которых отягощен, мы можем начать, не дожидаясь результатов определения драйверных мутаций, ПДЛ-экспрессии, но в целом, конечно же, если у нас есть время, если клиническое состояние пациента позволяет нам подождать, то лучше подождать и начать лечение с более эффективного. И что касается существующих клинических рекомендаций, обращаясь снова к драйверным мутациям, мы видим, что те рекомендации, на которых мы основываем наше лечение, которые, скажем, самые логичные и самые часто обновляемые, эти рекомендации советуют нам все-таки в первой линии лечения. При наличии драйверных мутаций обязательно использовать специфическое противоопухолевое таргетное лечение. Далее, что касается пациентов без драйверных мутаций с диагнозом рак легкого. Их меньшинство, но, тем не менее, для этих пациентов в настоящее время есть тоже очень значимое лечение, которое основано на использовании современной противоопухолевой иммунотерапии в виде применения чекпоинт-ингибиторов. И для этих пациентов мы обязательно должны определять PD-1 статус опухоли. Какие же клинические особенности существуют у рака легкого и которые тоже в какой-то степени определяют наш выбор терапии в первой линии и ту стратегию лечения, которую мы используем? Исключительно часто рак легкого выявляет совместно распространенной либо метастатической стадии. И нужно еще помнить о том, что по данным анализов существуют данные о том, что менее 50% пациентов с метастатическим раком легкого могут получить вторую линию противоопухолевой терапии. Вот я бы просила обратить ваше внимание на этот факт, который прежде всего нам говорит о том, что наиболее эффективное лечение у пациентов, страдающим, распространенным либо метастатическим раком легкого, мы должны использовать в первой линии терапии. Иногда у этих больных может не быть следующего шанса. И приблизительно четверть пациентов с метастатическим немелкоклеточным раком легкого имеют высокий уровень PD-L1-экспрессии. Что касается ингибиторов контрольных точек в терапии рака легкого, в настоящее время в Российской Федерации по разным показаниям зарегистрировано 5 препаратов с различным механизмом действия. Все эти препараты уже хорошо известны вам. Какие-то из них ранее использовались в других индикациях. Например, препараты эпилемумаб этой осенью был зарегистрирован в терапии немелкоклеточного рака легкого в комбинации с неволумабом в первой линии терапии. И на этом исследовании я остановлюсь чуть позже. Это анти-CTLA препарат. Далее это препараты антипеди-1, неволумаб и пембрализумаб. Хорошо вам известные препараты, которые уже имеют свою историю в лечении рака легкого, историю, которая существует уже в районе 4 лет, даже в рутинной клинической практике. И эти препараты использовались исходно с более поздних линий терапии. Сейчас они плавно переместились в более ранние линии лечения. И препараты, направленные на антипеди-Л1, это препараты отезолизумаб и дурвалумаб. У дурвалумаба свои особые показания, своя особая история, мы не будем ее сегодня затрагивать. Будем остановиться, остановимся на использовании, в лечении рака легкого препарата отезолизумаб. И переходя непосредственно к тем исследованиям, которые позволили зарегистрировать те или иные показания различных чекпоинт-ингибиторов терапии рака легкого, мне хотелось бы сначала остановиться на исследовании Keynote-189. Это крупное исследование третьей фазы, в котором пембрализумаб использовался в лечении неплоскоклеточного, немелкоклеточного рака легкого. В исследование было включено более 600 пациентов в удовлетворительном общем состоянии, наивных пациентов, которые ранее не получали системную терапию по поводу неплоскоклеточного рака легкого. Обратите внимание, что в это исследование не включались пациенты с наличием драйверных мутаций, и у пациентов должен был быть хотя бы один очаг, который можно было бы измерить по критериям РИЦИСТ, и доступный образец для определения PD-L1. PD-L1 не был фактором рандомизации, это был фактор стратификации. В зависимости от уровня PD-L1 экспрессии, в дальнейшем оценивался ответ на лечение. Пациенты были рандомизированы в соотношении 2 к 1 для получения пембролизумаба в комбинации с пиметриксидом и одним из препаратов платины, либо для получения той же комбинации препаратов и плацебо. Индукционная фаза лечения составила 4 цикла с последующим переходом на поддерживающую терапию. В исследовательской группе это был пембролизумаб, а в контрольной группе это была плацебо. И в этом исследовании планировалось оценить следующие конечные точки. Выживаемость без прогрессирования по критериям РИЦИСТ 1.1, общую выживаемость, а также вторичные конечные точки, это частота и продолжительность объективного ответа, и безопасность и переносимость терапии. И что касается уровня объективного ответа, а также выживаемости без прогрессирования и общей выживаемости, все эти первичные и вторичные точки были достигнуты в исследовании. Мы видим, что выживаемость без прогрессирования в исследуемой группе составила 9 месяцев. В группе контроля 4,9 месяца. При этом на момент 12 месяцев в исследовательской группе не спрогрессировало около 40% пациентов, в то время как в группе контроля эта цифра составила всего лишь 16,8 пациента. И эти различия все сохранялись на протяжении двух лет. Что касается общей выживаемости, медиана общей выживаемости в исследуемой группе, в группе получения пембролизумаба составила 22 месяца, а в группе контроля 10,7 месяцев. Различия статистически достоверны. В группе применения пембролизумаба на момент одного года живы 70% пациентов, а в группе контроля около 50% пациентов. На период двух лет в группе пембролизумаба живы 45,5% пациентов, а в группе контроля около 30% пациентов. Объективный ответ был значимо выше в группе применения пембролизумаба и составил 47,6%. В сравнении, что было значимо, различия были статистически значимы с группой контроля, где объективный ответ составил 18,9%. И посмотрите на данные преимущества пембролизумаба при различной экспрессии 5 или 1. Они сохранялись вне зависимости от уровня экспрессии. То есть в исследуемой группе преимущества пембролизумаба были продемонстрированы как в группе низкой экспрессии PD-L1, менее 1%, так и в группе средней экспрессии от 1 до 49% экспрессии PD-L1. И наиболее выраженными, тем не менее, различия все-таки были в группе гиперэкспрессантов PD-L1. Более 50% эти пациенты выиграли и по показателю общей выживаемости, и по объективному ответу. Следующее исследование, которое подтвердило эффективность пембролизумаба, вот так сразу я его анонсирую без какой-либо интриги, но дело в том, что данные этого исследования вам уже всем хорошо известны, это использование пембролизумаба в первой линии лечения метастатического плоскоклеточного, немелкоклеточного рака легкого. В это исследование были включены также наивные пациенты, не получавшие ранее какого-либо лечения в удовлетворительном общем состоянии. Обязательным было наличие доступного образца для определения PD-L1 экспрессии, и необходим был хотя бы один очаг, доступный измерению по критериям рецеста 1.1. Первичными конечными точками в это исследование были заложены выживаемость без прогрессирования и общая выживаемость, а вторичными конечными точками частоты объективного ответа, а также безопасность и переносимость терапии. Фактором стратификации в этом исследовании также была высокая средняя либо низкая экспрессия PD-L1, а также выбор противоопухолевой терапии, это либо поклитоксел, либо альбуминоассоциированный поклитоксел и географический регион проживания пациента. Это исследование имело уже чуть более сложный дизайн, в нем приняло участие более 500 пациентов. Исследовательская группа включала применение пембролизумаба, а также поклитоксела, либо напоклитоксела и препарата карбоплотин. В группе контроля в фазе индукции предполагалось использование той же комбинации противоопухолевой химиотерапии и плацебо. Далее, после четырех индукционных циклов лечения пациенты переводились на поддерживающую терапию и в группе пембролизумаба планировалось продолжение терапии пембролизумабом каждые три недели до 35 циклов, то есть это два года, а в группе плацебо пациента лечения не получали. Но, однако, дальше при регистрации прогрессирования был допустим оптимальный кроссовер с переведением пациентов из группы плацебо для получения пембролизумаба в той же дозировке каждые три недели. И далее при регистрации прогрессии предполагалось наблюдение пациентов. И что касается конечных точек исследования, заложенных в этом исследовании, выживаемости без прогрессирования, общей выживаемости и объективного ответа. Мы не забываем, что в этом исследовании был использован оптимальный кроссовер. И что же мы видим? Мы видим, что выживаемость без прогрессирования в исследуемой группе составила 8 месяцев, в то время как медиана выживаемости без прогрессирования в группе контроля составила чуть больше 5 месяцев. Общая выживаемость, медиана общей выживаемости в исследуемой группе составила более 17 месяцев, а в группе контроля 11,6 месяцев. Различия были статистически достоверными. Далее, объективный ответ также был значимо лучше в исследуемой группе и составил 58,4%, что очень значимо, конечно же, для симптомных пациентов. В группе плацебо объективный ответ составил 35%. Исследование Кейноу-407 по изучению эффективности пембролизумаба в лечении немелкоклеточного плоскоклеточного рака легкого подтвердило то, что использование пембролизумаба, эффективность лечения не зависит от уровня PD-L1 экспрессии. Однако, если мы посмотрим на те кривые, которые представлены при стратификации пациентов в зависимости от уровня PD-L1 экспрессии, то мы увидим, что, конечно же, в группе гиперэкспрессантов показатели общей выживаемости несколько лучше. Исследование Кейноут-24, вообще-то одно из самых первых исследований, в котором была заложена цель оценить эффективность пембролизумаба в сравнении с платиносодержащей химиотерапией в первой линии лечения пациентов метастатическим немелкоклеточным раком легкого. То есть здесь, в этом исследовании уже говорим об эффективности пембролизумаба в первой линии терапии у пациентов с гиперэкспрессией PD-L1. То есть исходно были заложены именно такие входящие данные в это исследование. И в исследование было включено более 300 пациентов. Морфологическая верификация либо цитологическая опухоль была обязательна. Пациенты были в удовлетворительном общем состоянии. Был заложен такой критерий, как ожидаемая продолжительность жизни не менее трех месяцев. У пациентов должна была быть исходно зарегистрирована гиперэкспрессия PD-L1 более 50%. Предполагалось, что это будут наивные пациенты, ранее не получавшие системную терапию. И обратите внимание, что в это исследование тоже закладывалось исходно то, что у пациентов не должно быть наличия драйверных мутаций. Были критерии, которые не позволяли включать пациентов в это исследование. К ним относились пациенты с нелечными метастазами в центральную нервную систему, а также пациенты с аутоиммунными заболеваниями, требующими иммуносупрессивной терапии, получающие глюкокортикостероиды, либо пациенты с неинфекционными пневмонитами в анамнезе. В исследовании эффективности монотерапии пембролизумаба были заложены первичные конечные точки оценить выживаемость без прогрессирования. И вторичная конечная точка была заложена оценка общей выжимаемости и частоты объективного ответа. Если мы обратимся к дизайну этого исследования, мы увидим, что пациенты были рандомизированы один к одному в группу получения пембролизумаба в течение двух лет, фиктированной дозой 200 мг каждые три недели, либо в группу платинового дуплета по выбору врача с возможной дальнейшей поддерживающей терапией. Исходная инициальная терапия с включением платиновых препаратов должна была составлять 4-6 циклов. При регистрации и прогрессировании заболевания у пациентов из контрольной группы была возможность перейти в группу пембролизумаба. Таким образом, в это исследование также был заложен оптимальный кроссовер. Какие же режимы по выбору врача могли быть использованы в этом исследовании? Для неплоскоклеточного рака была возможность использования пиметриксид с одним из препаратов платины. И далее опционально этим пациентам предлагалась поддержка пиметриксидом до регистрации прогрессии, либо гемцитабин с одним из препаратов платины, либо поклитоксил плюс карбоплотин. И в этой группе при наличии не мелкоклеточного, не плоскоклеточного рака легкого пациентам тоже предполагался возможный переход на поддерживающую терапию пиметриксидом. Мы помним о том, что в этом исследовании был заложен кроссовер, который составил более 64,9%, то есть практически 65% пациентов после прогрессирования на химиотерапии получали пембролизумаб во второй линии лечения. И тем не менее, на этапе двух лет были зарегистрированы следующие показатели общей выживаемости. В исследуемой группе 51,7% пациентов были живы на момент двух лет, и в группе контроля этот показатель составил 34,2%. На момент 36 месяцев, то есть уже трехлетний этап наблюдения был подведен, и трех с половиной летний. И что же оказалось, что различия в исследовательской группе и группе контроля сохраняются. Таким образом, пембролизумаб явно показал свое преимущество в лечении пациентов при использовании его в первой линии терапии, при наличии гиперэкспрессии PD-L1. Это значимая и хорошая опция в лечении таких пациентов. Что касается иммуноопосредованных нежелательных явлений, подводя итог использованию пембролизумаба, мне хотелось бы сказать, что препарат и в реальной клинической практике, и по данным клинических исследований, мы видим, что препарат хорошо переносится. И что касается данных, представленных мною исследований, то обратите, пожалуйста, внимание на то, что совместное применение пембролизумаба с противоопухолевой химиотерапией не утяжелило количество и возможных нежелательных явлений. То есть вот посмотрите данные кейноут 0.24, в котором пембролизумаб использовался в монотерапии, и данные кейноут 189 и 407 в этих исследованиях препарат использовался в комбинации с противоопухолевой химиотерапией. При этом нежелательные явления тяжелой степени, третьей и пятой степени тяжести были сопоставимы во всех трех исследованиях. И что же касается обновленной инструкции к использованию препарата пембролизумаб. Помимо тех, хорошо нам уже всем известных показаний по использованию препарата В лечении немелкоклеточного рака легкого и мелкоклеточного рака легкого мы видим, что у препарата в лечении пациентов с диагнозом рак легкого есть несколько индикаций. Это первая линия противоопухолевой терапии при метастатическом неплоскоклеточном, немелкоклеточном раке легкого при отсутствии драйверных мутаций. У пациентов с плоскоклеточным, немелкоклеточным раком легкого в первой линии терапии показан препарат пембролизумаб в комбинации с химиотерапией. И из нового, что появилось в инструкции, согласно данным исследования, которое я сегодня не представляла, это 42-е исследование, появилось то, что препарат пембролизумаб показан в качестве монотерапии первой линии у пациентов с местно распространенным либо метастатическим немелкоклеточным раком легкого с низкой экспрессией PD-L1. То есть в качестве монотерапии мы можем все-таки использовать препарат у пациентов с низкой экспрессией PD-L1 при отсутствии мутации в генах ЭДЖФАР или перестройке АЛК гена, но я бы попросила вот здесь застрить ваше внимание на то, что если детально разбираться с данными 42-го исследования, что все-таки дополнительно, наверное, к показанию при такой низкой PD-L1 экспрессии применение пембролизумаба в первой линии должны быть еще какие-то факторы, которые не позволяют нам добавить пациенту в лечении противоопухолевой химиотерапии. Далее, также мы знаем о том, что препарат пембролизумаб показан в качестве монотерапии для лечения пациентов с распространенным немелкоклеточным раком легкого, которые получали ранее терапию препаратами платины, то есть зарегистрирована опция, которая давно существует, применение препарата во второй и последующих линии лечения в монотерапии. И при мелкоклеточном раке легкого вы также можете использовать препарат пембролизумаб у пациентов с местно распространенным и метастатическим процессом в комбинации с противоопухолевой химиотерапией. Далее, что касается препарата от изолизумаб и нескольких исследованиях, на которых я тоже очень достаточно быстро остановлюсь, и особенно на том новом, что появилось в последнее время в применении препарата от изолизумаб в лечении немелкоклеточного и мелкоклеточного рака легкого. Это результаты исследования 150-го, хорошо известного вам, очень крупное исследование, в которое было включено более 1200 пациентов с метастатическим неплоскоклеточным, немелкоклеточным раком легкого. Это наивные пациенты, которые ранее не получали противоопухолевую химиотерапию. Однако здесь есть ссылка, и на ней мы еще остановимся. Эти пациенты могли получать таргетную терапию при наличии драйверных мутаций. И факторами стратификации в этом исследовании был пол пациентов, исследование экспрессии ПДЛ-1, а также в это исследование включались более тяжелые, пожалуй, пациенты, пациенты с наличием метастаза в печени. Пациенты были рандомизированы в три исследовательские группы. В двух из них пациенты получали препарат от изолизумаб, в первой, в рукаве А, в комбинации с карбоплотином и поклитоксилом, в рукаве Б, в комбинации с карбоплотином, поклитоксилом и таргетным препаратом бевоцезумаб. И в группе С, это была группа контроля, были включены пациенты, которые получали противоопухолевую терапию в комбинации с бевоцезумабом. Противоопухолевая терапия шла в том же режиме, карбоплотин и поклитоксил. После получения инициального лечения пациенты были переведены на поддерживающую терапию в группах, в которых использовался отезолизумаб, на отезолизумаб с или без бевоцезумаба и в группе С для получения бевоцезумаба в режиме поддержки. Лечение продолжалось до прогрессирования заболевания или утраты клинического преимущества. В этом исследовании также планировалось оценить в качестве первичных конечных точек выживаемость без прогрессирования в общей популяции пациентов и общую выживаемость также в общей популяции пациентов. Кроме того, учитывая факторы стратификации по экспрессии PD-L1, планировалось оценить показатели общей безрецидивной выживаемости в группах, подгруппах по зависимости от экспрессии PD-L1. И вот та ссылочка, про которую я говорила, то есть пациенты не должны были получать противоопухолевую химиотерапию, однако могли получать таргетную терапию, если у этих пациентов по данным ИГХ была отмечена мутация GFR либо перестройка АЛК. То есть это единственное исследование, в которое включались пациенты с ИГХР-мутацией либо транслокацией АЛК, и во второй линии лечения они получали одну из комбинаций исследований EMPOWER-150. Это терапия, которую могли получать пациенты с драйверными мутациями, не буду на ней долго останавливаться, но вы видите, в общем-то здесь все препараты, которые зарегистрированы при качестве анти-ИГХР терапии. И вот что нового в данных, полученных в EMPOWER-150, это изучение частоты объективного ответа и длительности ответа у ИГХР-мутированных пациентов. Посмотрите, различия по частоте объективного ответа в группе отезолизумаба по сравнению с группой контроля были статистически значимыми. Я еще не остановилась, вот буквально два слова на первом слайде о том, что помимо того, что сравнение с группой контроля в этом исследовании планировалось оценить еще между собой рукава А и Б, то есть какое лечение покажет наилучший результат от изолизумаб в комбинации с химиотерапией бевоцезумабом, либо без включения бевоцезумаба. И вот что касается этих двух рукавов, частота объективного ответа в группе пациентов с наличием ИГХР-мутации была значимо лучше при комбинации препаратов от изолизумаб, поклитоксилы и карбоплатин, то есть при лечении пациентов с рандомизированных в группах В. Также медиана длительности ответа была значимо лучше, более чем в два раза у пациентов из исследуемой группы, получающих комбинацию из четырех препаратов от изолизумаб, бевоцезумаб, поклитоксил и карбоплатин. И медиана продолжительности ответа составила 11,1 месяца в этой группе и 4,7 месяца в группе пациентов, которые получали бевоцезумаб, но не получали от изолизумаб. По данным исследований EMPOWER, что касается выживаемости без прогрессирования, то при исследовании этих же двух групп в группе пациентов с ИГХР-мутацией выиграла та группа, которая получала комбинацию из четырех препаратов. Мы видим, что различия были статистически достоверны. Они начали проявляться на этапе шести месяцев. Мы видим, что до шести месяцев пациенты шли, что называется, рука об руку, но далее достаточно резко наметились различия между двумя группами. И группа пациентов, которая не получала от изолизумаб, уже на этапе шести месяцев составила 55,6%. В то время эта группа, которая получала при наличии ИГХР-мутации от изолизумаб составила около 70%. Эти различия сохранялись на этапе до полутора лет и продолжают сохраняться, но уже в менее выраженном состоянии. Что касается медианной выживаемости без прогрессирования, то в исследуемой группе у ИГХР-мутированных пациентов она составила 10,2 месяца, а в группе без использования от изолизумаба, но при применении бевоцезумаба она составила 6,9 месяца. И эти различия также статистически достоверны. Показатель общей выживаемости также был значимо лучше в группе от изолизумаба, бевоцезумаба, поклитоксела и карбоплотина. И мы видим, что медиана общей выживаемости в этой группе не была достигнута. Различия также проявились не сразу, но более рано, чем при оценке выживаемости без прогрессирования. И эти различия сохраняются и на протяжении времени. Мы видим, что на этапе 12 месяцев различия между группами составили 10%, на этапе 18 месяцев эти различия стали усиливаться. И на этапе 24 месяцев группа исследуемая группа с включением от изолизумаба также осталась на том же уровне 65% пациентов, а группа бевоцезумаба, поклитоксела и карбоплотина стала чуть хуже. И результаты нового исследования. Хотела бы еще остановиться на исследовании EMPOWER-110. Это использование монотерапии от изолизумабом в сравнении химиотерапии у PDL-позитивных пациентов в первой линии лечения. В это исследование были включены пациенты с неплоскоклеточным и плоскоклеточным, немелкоклеточным раком легкого. Наивные пациенты, положительные по PDL-1 экспрессии. Это был фактор стратификации. В этом исследовании PDL-экспрессия определялась как на опухолевых клетках, так и на иммунокомпетентных клетках. В это исследование уже не допускалось включение пациентов с наличием EGFR-мутации, либо перестройки гена АЛК. Пациенты были стратифицированы по полу, по общему состоянию, по гистологическому подтипу опухоли, а также по статусу PDL-1. Пациентов было включено в исследование около 600, именно 572 пациента. И они были рандомизированы в соотношении 1 к 1 в группу либо атезолизумаба в стандартной дозировке 1200 мг каждые 3 недели, либо в группу получения в случае неплоскоклеточной опухоли пиметриксида с платиновой комбинацией, либо в случае плоскоклеточного рака генцитабина с одним из препаратов платина. Далее, инициальное лечение в группах получения химиотерапии составило 4 либо 6 курсов. В этом исследовании не был разрешен переход между группами на этапе поддерживающей терапии. И пациенты, которые получали пимбролизумаб, они его продолжали получать каждые 3 недели до прогрессирования заболевания, либо утраты клинической пользы. А в группе контроля, в случае, если исходно в исследовании пациенты получали пиметриксида, то есть при неплоскоклеточном потепе опухоли, они его продолжали получать в режиме поддержки. В случае плоскоклеточной опухоли пациенты получали наилучшую поддерживающую терапию. В первичной и конечной точке планировалось оценить общую выживаемость. И вторичными и конечными точками в этом исследовании планировалось оценить выживаемость без прогрессирования, частоту объективного ответа и продолжительность объективного ответа. И мы видим, что в этом исследовании при использовании монотерапии отезолизумабом была достигнута первичная конечная точка. Различия в 6-месячной общей выживаемости между группами были не такими выраженными, но с течением времени уже на этапе 12 месяцев различия стали более выраженными. И на этапе 20 месяцев мы видим, что различия стали максимальными и сохраняются до сих пор в этом исследовании. И медиана общей выживаемости в группе контроля составила 13,1 месяца, а в группе получения отезолизумаба в исследуемой группе составила более 20 месяцев, а именно 20,2 месяца. В этом исследовании нужно при сравнении отезолизумаба и противоопухолевой химиотерапии по такому показателю, как профиль безопасности, мы видим, что отезолизумаб продемонстрировал более благоприятный профиль безопасности по сравнению с применением платиновых комбинаций и в дальнейшем использованием поддержки пеметрикседом. Мы и те нежелательные явления, которые являются нежелательными явлениями особого интереса и относятся именно к использованию отезолизумаба, конечно, были более выражены в группе использования отезолизумаба. Но нужно обратить, что нежелательные явления особого интереса тяжелой степени проявлялись редко, 6,6%. И применение кортикостероидов также требовалось не настолько часто пациентов. По использованию кортикостероидов потребовалось 7,7% пациентов. То есть это не так много. То есть в целом можно сделать вывод о том, что использование отезолизумаба в монотерапии при немелкоклеточном раке легкого при высоком уровне экспрессии PD-L1 было эффективно и обладало достаточно благоприятным профилем безопасности. Таким образом, в инструкции к отезолизумабу в настоящее время появилось еще одно зарегистрированное показание, совершенно недавнее. Это метастатический немелкоклеточный рак легкого с наличием экспрессии PD-L1 более 50% на клетках опухоли или при наличии экспрессии PD-L1 более 10% на иммунных компетентных клетках. При отсутствии GFR-мутации либо АЛК-перестройки в первой линии терапии. Вот такие новшества, касающиеся отезолизумаба. И еще совершенно кратко одно очень важное исследование, результаты которого в Российской Федерации также были зарегистрированы для использования этой осенью. Это исследование Checkmate 9LA, в котором было включено более 700 пациентов с немелкоклеточным раком легкого в четвертой стадии, либо при регистрации рецидива. В это исследование также были включены наивные пациенты ранее, не получавшие терапию. Не включались пациенты при наличии драйверных мутаций GFR и АЛК в удовлетворительном общем состоянии. Стратификация пациентов была по фактору PDL-экспрессии с низким, средним и высоким уровнем экспрессии. И пациенты были рандомизированы в соотношении 1 к 1 в группу получения Ниволумаба и Ипилимумаба с двумя курсами противоопухолевой химиотерапии. Обратите внимание на дозировки препаратов. Ниволумаб использовался в этом исследовании в дозировке 360 мг каждые 3 недели и Ипилимумаб 1 мг на килограмм каждые 6 недель. Планировалось использование только 2 курсов противоопухолевой химиотерапии. И группой сравнения была группа пациентов, которые получали не менее 4 циклов химиотерапии при необходимости и гистологическом подтипе немелкоклеточном, неполоскоклеточном раке опухоли. Эти пациенты из группы контроля могли получать поддерживающую терапию пиметрикседом. Максимальная длительность иммунотерапии, согласно этому исследованию, составила 2 года. Планировалось оценить, главный критерий был 1, общая выживаемость. И вторичными конечными точками были выживаемость без прогрессирования и частота объективного ответа. А также эффективность лечения в зависимости от PDDL1-экспрессии. Обновленные данные по применению пилимумаба и неволумаба в комбинации с двумя циклами химиотерапии по общей выживаемости на 12 месяцев составили 63% в группе контроля и 47% в исследовательской группе. И медиана общей выживаемости в группе контроля составила 15,6 месяца и в группе химиотерапии 10,9 месяца. Таким образом, по критерию общей выживаемости исследование было успешным. Что касается выживаемости без прогрессирования, исследовательская группа продемонстрировала этот показатель на уровне медиану выживаемости без прогрессирования на уровне 6,7 месяца и группа химиотерапии на уровне 5 месяцев. В зависимости от гистологического подтипа мы видим, что при неплоскоклеточном, немелкоклеточном раке легкого общая выживаемость медиана общей выживаемости составила 17 месяцев, в группе химиотерапии 11 месяцев. При плоскоклеточном, немелкоклеточном раке легкого медиана в общей выживаемости составила 14,5 месяца и в группе химиотерапии 9,1 месяца. Таким образом, комбинация препаратов была эффективна вне зависимости от гистологического подтипа опухоли. И что касается PD-L1-экспрессии, мы видим, что пациенты отвечали на терапию эпилемумабом и неволумабом в первой линии лечения в комбинации с химиотерапией вне зависимости от уровня PD-L-экспрессии. Здесь была еще исследована четвертая группа очень низкой PD-L1-экспрессии, менее 1%, но тем не менее различия были продемонстрированы во всех группах вне зависимости от показателя PD-L1-экспрессии. Таким образом, я привела здесь только один препарат, но абсолютно очевидно, что эпилемумаб тянет за собой те же изменения в инструкции к медицинскому применению. То, что неволумаб и эпилемумаб с двумя циклами платина, содержащие химиотерапию, зарегистрированы к применению для лечения метастатического рецидивирующего немелококлеточного рака легкого у взрослых при отсутствии драйверных мутаций GFR или ALK у пациентов, ранее не получавших лечения, то есть первой линии терапии. Таким образом, мы получили еще одну эффективную опцию для лечения пациентов без наличия драйверных мутаций. И вот на этом моменте мне бы хотелось сейчас остановиться. Таким образом, мы с вами, в общем-то, разобрали все значимые препараты, все значимые чекпоинт-ингибиторы, которые сейчас зарегистрированы на территории Российской Федерации. По их показаниям к применению остановились на тех новых показаниях, которые зарегистрированы в недавнее время, оценили, насколько лучше стали результаты лечения в зависимости от применения новых стратегий терапии, включающих чекпоинт-ингибиторов. Ингибиторы совсем кратко, но тем не менее, мне кажется, это было понятно, осветили то, что у пациентов с драйверными мутациями все-таки необходимо в первой линии лечения использовать таргетные препараты. И в основном был сделан, конечно, акцент на лечении немелкоклеточных опухолей, но тем не менее, совсем кратко, в использовании каждого из чекпоинт-ингибиторов мы остановились на возможности применения комбинации либо монорежимов при мелкоклеточных опухолях. Таким образом, я бы хотела вас поблагодарить за внимание. Если есть вопросы, я на них с удовольствием отвечу. Полина Сергеевна, позвольте вас поблагодарить за великолепный доклад, наиболее полно освещающий все аспекты лекарственного лечения, последние достижения в лечении рака легкого. Коллеги, если в ходе доклада, если в ходе конференции возникают некие вопросы, готовы на них ответить, пишите в чат, будем обсуждать. Дело в том, что тема на самом деле очень серьезная, и подготовка докладчиков, настолько всеобъемлющая в плане обзорной части, возможно ответить на все самые сложные вопросы. Полина Сергеевна, еще раз спасибо за великолепный доклад, благодарю вас. Коллеги, мы двигаемся дальше, и как сказала в начале своего доклада Полина Сергеевна, особенностью лечения рака легкого является прежде всего эта морфологическая диагностика. И без морфологической диагностики детальные аспекты лечения рака легкого практически невозможны. Так вот, каковы же практически аспекты диагностики немелкоклеточного рака легкого, нам представит Гриневич Вячеслав Николаевич, заведующий отделением патологоанатомическим Московского клинического научного центра. И может быть после этого нам станет более понятно многие аспекты диагностики, позволяющие оптимизировать тактику лечения. Вячеслав Николаевич. Он у нас пропал. Сейчас мы его найдем. Вячеслав Николаевич. Он почему-то в участниках. Не вот в группе, а в участниках. Но он есть. Коллеги-организаторы, я попрошу вас помочь отыскать на Вячеслава Николаевича. Без освещения данной темы мы не сможем двигаться вперед. Да, коллеги, прошу прощения. Готово. Приветствую. Мы его подключили, да. И объявление для наших уважаемых зрителей. Появилось окошко комментариев под трансляцией. Там были какие-то вопросы. С большим удовольствием все ваши вопросы передадим нашим уважаемым докладчикам под окном трансляции. Спасибо. Благодарим вас. И мы передаем слово Гриневичу Вячеславу Николаевичу именно с освещением диагностики немелкоклеточного рака легкого в аспекте именно морфологического. Прошу вас, Вячеслав Николаевич. Уважаемые коллеги, добрый день. Презентация видна? Да, спасибо, видно. Да. Мой доклад посвящен практическим аспектам диагностики немелкоклеточного рака легкого. Доклад подготовлен при поддержке компании МСД. И в этом вопросе, в вопросах диагностики немелкоклеточного рака легкого можно выделить три крупных раздела. Это морфологическая диагностика собственного рака легкого, тестирование биомаркеров и педель-тестирование немелкоклеточного рака легкого. Каждый из этих разделов имеет самостоятельное клиническое и практическое значение. Перед тем, как начать рассмотрение этих разделов, пару слов хотел бы сказать о педемиологии рака легкого. И обратить внимание на то, что в структуре как заболеваемости, так и смертности рак легкого находится в тройке ведущих заболеваний. То есть частота заболеваемости находится на втором месте, причем как у мужчин, так и у женщин. По смертности, в структуре смертности рак легкого занимает первое место. В общем-то это накладывает свой отпечаток на необходимость оптимизации, улучшение диагностики с тем, чтобы как-то улучшить результаты, уменьшить смертность от этого заболевания. И в этом аспекте мы переходим к первому вопросу, это морфологической диагностики рака легкого. С чем сталкивается морфолог при проведении этой диагностики? В первую очередь он оценивает адекватность полученного биологического материала для проведения каких-либо гистологических, иммуногистохимических или генетических исследований. Это и наличие опухоли, и достаточный объем опухоли в образце, и сохранность опухолевой ткани. В случае наличия опухоли в опухолевом образце мы в первую очередь, конечно, определяем гистологический тип опухоли, что это, рак, лимфома, саркомы, меланома или какая-то опухолеподобная патология, не требующая специального лечения. И в дальнейшем уже для патериальных опухолей мы, конечно же, уточняем вариант гистологической опухоли, аденокарциномы это или плоскоклеточный рак, мелкоклеточный рак или какие-то другие формы рака, которые могут иметь самостоятельное значение. В случае, если у человека по клиническим данным определяется множественное поражение различных органов, либо если нам известно, что в анамнезе у человека были онтологические заболевания от других локализаций, диагностические задачи морфолога усложняются, поскольку помимо, собственно, диагностического поиска необходимо включать и дифференциальную диагностику между термичным опухолю легкого и метастатическим поражением. Ну и также традиционно уже роль морфолога заключается в оценке чувствительности опухоли к таргетной химио-иммунотерапии путем определения различных маркеров. И все эти перечисленные задачи, они осложняются тем, что, как правило, диагностика проводится на материале до хирургического лечения. И этот материал имеет небольшие размеры, и поэтому для того, чтобы решить все поставленные задачи, требуется бережное экономное обращение с этим материалом, а также применение специальных диагностических алгоритмов, которые помогают оптимизировать процесс диагностики. И всегда мы держим в голове приоритет выполнения молекулярно-генетического тестирования над диагностическим процессом. И отправляя материал на исследование, не только морфолог, но и клининцист должен четко себе представлять, что от того, какой материал будет взят, прислан на исследование, зависит диагностические возможности морфолога. Наибольшие они при взятии бронхобиопсии сопострированы с ним корбиопсии, а тонкоигурная биопсия, как мы видим, имеет наименьшие диагностические возможности по уточнению морфологического диагноза. Основные аспекты морфологической диагностики, на что опираются морфологи, отражены в международной классикации опухоли легких. Последняя редакция, которая вышла в 2015 году. Эта редакция имела поистине революционное значение, потому что произошли несущественные изменения как по отношению предыдущей классикации 2004 года, так и по отношению ко всем известным классикациям опухолей других локализаций. В чем они заключаются? В том, что морфологическая диагностика, как уже мы до этого говорили ранее, проводится с учетом объема материала, доставленного на исследование. И выделяются две большие группы, это биопсийный материал, цитологический и операционный материал. Каждая из этих групп имеет свой порядок работы, свой диагностический алгоритм. И более того, единственная классикация из опухолей всех локализаций, в которой даже применяются разные терминологии для описания биопсийного материала и операционного материала. Другими особенностями этой классикации можно отметить то, что повысилась значимость именно гистологических вариантов различных опухолей. Они приобрели самостоятельное прогностическое значение. В то же время степень дифференцировки опухоли по сравнению с опухолями других локализаций имеет для рака легкого меньшее прогностическое значение. И, например, аденокарциномы легких по новой классикации не градируются. А прогноз определяется именно гистологическим вариантом опухоли, поэтому важно его именно определять. В разделе иммуногистохимической диагностики также произошли существенные изменения. Она стала более оптимизированной, поскольку объем материала мал и необходимо быстро, с небольшим количеством аркеров, эффективно провести диагностический поиск. Ну и, конечно же, мы всегда помним о приоритете молекулярно-генетического тестирования. И когда стоит выбор, что выполнить, либо уточнить гистологический вариант, либо провести молекулярно-генетическое тестирование, то приоритет отдается в пользу последнего. Ну и можно также отметить, что появляются одобренные к применению тесты для выполнения таргетной иммунотерапии, что также внушает оптимизм в проведении диагностического поиска. Таким образом, задача морфологического исследования зависит от того, какой материал поступил в лабораторию. Для биофильного материала важно определить гистологический вариант опухоли и сохранить ткань для молекулярно-генетического тестирования. При исследовании же операционного материала важно определить не только гистологический вариант опухоли, но и другие параметры опухоли, как размер, распространенность, наличие, отсутствие метастазов, реализации, с тем, чтобы провести правильное стадирование и выбрать оптимальную систему последующего лечения. Стадирование по ТНМ проводится уже по ТНМ восьмой редакции и по сравнению с седьмой редакцией она существенных изменений не претерпела, поэтому оставлю без комментариев. И еще раз хочу подчеркнуть, что основное значение в наукосказе уделяется именно уточнению гистологического варианта рака легкого. Ранее мы знали, что имеет клиническое значение выделение двух диагностических категорий. Если рак, то какой, мелкоклеточный или немелкоклеточный, и в группе немелкоклеточного рака, который составляет более 80%, также две диагностические категории, это плоскоклеточный рак и неплоскоклеточный рак. Каждая из этих подгрупп имеет самостоятельное клиническое и биологическое значение и свою отличную от других подгрупп и лечебную тактику, и набор препаратов, которые применяются для лечения. Однако для морфолога важно не только выделить эти четыре подгруппы, но и также уточнить варианты неплоскоклеточного рака, как на операционном материале, так и, насколько это возможно, на материале диагностической биопсии, поскольку, как уже говорил, каждый гистологический вариант имеет самостоятельное прогностическое значение. Вот на таблице мы видим о том, что гистологические варианты, в первую очередь это касается, конечно же, аденокарцином легкого, имеют самостоятельное прогностическое значение и аденокарциномы инситу, и минимальные новоземные аденокарциномы, они входят в группу с хорошим прогнозом. Аденокарциномы с преимущественно стеющимся характером роста папиллярного и цинарного строения составляют группу с промежуточным прогнозом. И аденокарциномы солидного строения, преимущественно микропапиллярного или коллоидного строения, они составляют группу опухолей, имеющих плохой прогноз. А степень дифференцировки, еще раз подчеркну, для аденокарцинома, согласно его предсказы, не применяется, поскольку это не имеет никакого прогностического значения. При выполнении иммуногистохимических исследований, в первую очередь, морфолог сосредоточен на том, чтобы уточнить гистологический вариант опухоли. И учитывая малый объем материала, конечно, эта диагностика, она тоже претерпела свои изменения. В первую очередь, это сокращение, максимальное сокращение панели антител, которые мы используем для уточнения гистологических вариантов. Оптимально использовать не более двух антител. Одно для плоскокресочного рака и одно для аденокарцинома Т40 и ТТФ1. Более чем в 80% случаев, используя два эти антитела, удается дифференцировать, уточнить гистологический вариант опухоли и определить правильный гистологический тип. Однако, если опухоль имеет черты нейроэндокринного строения, то, конечно же, потребуется расширение этой панели с добавлением нейроэндокринных маркеров. Кроме того, если у морфолога есть клиническая информация о вовлечении плевры и какие-то указания на то, что есть поражение плевры, то, безусловно, мы должны расширять наш диагностический поиск и проводить дифференциальную диагностику с приличными зателевыми плеврами. Таким образом, спектр антител, применяемых в диагностике, увеличивается. Кроме того, как я уже говорил, при наличии множественных поражений разных органов, при наличии в анамнезе опухолей и других локализаций, необходимо проводить дифференциальную диагностику с метастазами. В первую очередь, проводится диагностика с метастазами рака молочной железы, сирозного популярного рака яичников, адренокарцинома, желудочно-кишечного тракта и предстоятельной железы. Ну и, несмотря на то, что перед морфологом стоят все перечисленные диагностические задачи, тем не менее, необходимо всегда помнить о сближении материала для молекулярно-генетического тестирования. Если представить процесс работы морфолога, то он имеет свою этапность, где на первом этапе выполняются гистологические исследования, затем иммунно-пистихимические исследования и затем тестирование. Такой способ является традиционным. Более того, нередко каждый из этих этапов выполняется в разных лабораториях, иногда и в разных учреждениях. Эффект от такого обращения с биопсильным материалом всем клиницистам хорошо известен. Чем большее количество тестов требуется выполнить для уточнения либо диагноза, либо чувствительности к терапии, тем чаще вы получаете ответ о том, что материала не хватило и требуется повторная биопсия. Помимо того, что морфолог должен бережно относиться к материалу, экономно его расходовать при своих диагностических манипуляциях, можно также повлиять на этот процесс, изменив порядок действий морфолога, когда одномоментно можно готовить материал для всего спектра исследований, которые могут потребоваться. Однако такой способ можно применять только в крупных учреждениях, где все диагностические службы и гистологическая лаборатория, именно гистохроническая, например, генетическая присутствуют в одном учреждении. Ну и, безусловно, когда это находится еще в пределах одного отделения, выстроить работу подобным образом проще, что помогает и уменьшить те сроки выполнения исследований, и уменьшить количество случаев, когда требуется выполнение повторной биопсии, взятие повторного материала на исследование. И таким образом мы плавно подошли к следующему разделу нашей работы, это тестирование биомаркеров, которые в первую очередь проводятся при немедленности в браке легкого. На слайде приведены широкий спектр препаратов таргетной иммунотерапии, которые могут применяться в зависимости от обнаруженных мутаций или других маркеров. Чтобы как-то разобраться и выстроить свою работу, безусловно, необходимо как-то ее упорядочить. И здесь нам помогает предыдущий этап нашей работы, когда мы определили гистологические варианты опухоли. Чем точнее мы это сделали, тем более стройную диагностику молекулярно-генетическую мы можем выстроить, поскольку, как видим, разные гистологические варианты опухоли имеют существенно разный спектр генетических нарушений. И зная точный гистологический вариант опухоли, мы можем выбрать оптимальную последовательность, оптимальный набор тестов, которые помогут нам определить чувствительность опухоли к какому-то из препаратов возможную. И тут выделяют группу стандартных маркеров, которые определяются при аденокарственном легком. Это IGFR, РЛК, РОС-1 и БРАВ. Также выделяют группу маркеров дополнительных, которые рекомендуется определять, в случае, если стандартная группа маркеров оказалась негативная. Ну и также есть широкая группа дополнительных маркеров, которые исследуются опционально, когда все ранее исследованные маркеры оказались негативными, и проводится поиск возможностей назначения хоть какой-то специфической терапии. На этом слайде более наглядно представлены различия генетических нарушений, с конечкой значимой мутации при аденокарственноме легкого слева и при плоскогречном раке. Как видим, они различаются как по спектру, так и по частоте обнаружения различных нарушений. Как же нам выстроить работу по тестированию биоматериала с тем, чтобы это было наиболее оптимально? Рекомендации НССН приводятся в следующую последовательность тестирования биоматериалов. Это стандартная группа, которая рекомендуется определять всем пациентам с аденокарственным легким. Это ЭДЖФР, ЭЛК, РОС-1 и БРАФ. Также желательно определение дополнительных маркеров, которыми также уже появились препараты специфической терапии. Это МЕТ, ПАРЭД, НТРК, и также КРАС. И в дальнейшем уже можно переходить к определению чувствительности к иммунотерапии, определяя ПДЛ-1. Если средства возможностей в лаборатории ограничены, то Рекомендации НССН допустимо ограничатся определением первых четырех мутаций, ЭДЖФР, ЭЛК, РОС-1 и БРАФ, и после этого переходить к определению ПДЛ-1. Но сокращение вот этой первой панели, оно допустимо, но не меньше, чем ЭДЖФР и ЭЛК-1. то есть желательно, конечно, определять все четыре, но как крайний вариант ограниченности возможностей для тестирования допускается определить ЭДЖФР и ЭЛК, и после этого переходить сразу к определению чувствительности к иммунотерапии. Важно отметить также, что при тестировании биомеркеров раньше в общем-то это тестирование проводилось целиком и полностью в молекулярных генетических лабораториях, использовались методы ПЦР, секвенирования, гибридизации ин-ситу и позднее секвенирования следующего поколения, однако количество генетических лабораторий существенно меньше, чем патологотомических отделений, поэтому широкое распространение получает методики альтернативного определения, иммунодистохимического определения маркеров, и как мы видим они почернуты в левой стороне слайда, имеются иммунодистохимические тесты для определения АЛК, РОС-1, НТРК, ПДЕ, ХЕР-2, причем некоторые из этих тестов, такие как АЛК, по своей чувствительности и специфичности уже не уступают генетическим методам и используются наравне, это относится к АЛК. При тестировании РОС-1 иммунодистохимический метод используется текст-скрининговый метод и в случае позитивной реакции подтверждение наличия и отсутствия реарранжировки проводится при помощи ФИШ-метода. Традиционное определение ХЕР-2, как мы знаем, также двухэтапное, на первом этапе заключается в ингесхиническом исследовании и при получении сомнительных результатов промежуточного подменичного значения используется гибридизация ин-ситу. Ну и тестирование для иммунотерапии на данный момент проводится методом иммунодистохимического исследования. Несколько слайдов, как это выглядит. Реанжироты гена АЛК при наличии перестройки гена мы видим расхождение красного и зеленого сигнала, что подтверждает наличие мутации в гене АЛК. Аналогичная ситуация наблюдается и при исследовании гена РОС-1 и справа мы видим ингесхимический аналог визуализацию иммунодистохимического продукта реакции, которая свидетельствует о том, что имеется рейнджер гена РОС-1. При АЛК картинка выглядит точно так же, однако при определении АЛК подтверждать дополнительную гибридизацию анситов не нужно, а при выявлении вот такой поздивной реакции с антитилами КРОС-1 требуется также дополнительно провести генетическое исследование гибридизации анситов с тем, чтобы подтвердить, что все-таки есть нарушение, есть коммутация в этом гене. Ну и переходим к уже широко известной теме ПДЛ-тестирования и иммунотерапии. Тут надо отметить, что экспрессия ПДЛ-1 она может реализовываться последствием двух механизмов и консультативного механизма, когда ПДЛ-экспрессируется без активации Т-лимфоцитов и этот механизм нам менее интересен, а более интересен нам адаптивный механизм, когда ПДЛ-экспрессия развивается в зоне докрессивной инфильтрации под влиянием интерферона гамма, выделяемо активированными Т-лимфоцитами. Нам этот механизм интересен, поскольку мы можем при помощи препаратов иммунотерапии вмешаться в этот процесс, разорвать патологическую связь, которая возникает между рецепторами ПД и ПДЛ-1 и таким образом восстановить клеточный иммунитет и добиться успехов в лечении пациента. Первым препаратом, который стал исследоваться иммунотерапией, это был препарат пембролизумаба, были проведены несколько исследований, которые подтвердили, что чем выше ПДЛ-экспрессия, тем лучше ответ на терапию пембролизумаба. Также было установлено, что позитивные результаты исследования Эфтима-2, что применение пембролизумаба при экспрессии более 50% значительно увеличивает общую выживаемость и качество жизни пациентов в первой линии терапии по сравнению с химиотерапией. Также было показано, что определение уровня ПДЛ-экспрессия уже приводило в зависимости от уровня экспрессии выживаемость больных при ПДЛ-экспрессии больше единицы выше, чем в контрольной группе. Аналогичные результаты значения ПДЛ-экспрессии были подтверждены для препаратов других препаратов такие как униволумаб и отозавязывамаб. Однако пембролизумаб это единственный препарат ингибитор иммунных контроль точек который зарегистрируем в иммунотерапии первой линии мёгопедочного рака лёгкого. Таким образом экспрессии ПДЛ-1 является защитным механизмом амоктули в ответ на цитокиновые стимулы активированных Т-лимфоцитов. Клиническая аналитическая валидация беммаркера для пемболизумаба была проведена в трёх исследованиях с участием почти двух тысяч пациентов. Для неволумаба и отеза лизумаба в мёгопедочного линии мёгопедочного рака лёгкого также доказаны предиктивные значения ПДЛ-1 что подтверждено результатами мета-анализа. И ответ на антипедиатерапию в селектированной популяции выше по сравнению с общей популяцией. Что можно отметить если обратиться к рекомендациям НССН по поводу применения педиатерапии ПДЛ-тестирования при мёгопедочном раке лёгкого мы можем отметить что не странно то что иммунотерапия может назначаться и как при уровне экспрессии педиатерапии от 1 до 49% так и более 50% но схемы назначаемые этих препаратов они отличаются в зависимости от уровня экспрессии. также важно отметить что по сравнению с предыдущими версиями рекомендации НССН что ПДЛ-экспрессию рекомендуется определять после того как было установлено отсутствие мутации GFR и Alcarus 1 RAV нет и RED причем в предыдущих версиях было написано что эти мутации либо должны отсутствовать либо не были определены но с тем чтобы повысить качество уровень тестирования в новых рекомендациях НССН написано что они должны быть именно негативны то есть тестирование должно быть выполнено всем пациентам и только в случае негативного результата должно проводиться ПДО тестирование ну и та последовательность в которой это может выполняться я уже о ней говорил но еще раз напомню что на первом этапе конечно же должны быть определены ПДФР и АЛК а желательно также РОС-1 и БРАФ и затем можно переходить ПДЛ-тестирование ну а при наличии возможности желательно определить также и наличие мутации генных МЕД РЭД МТРК и КРАС тем образом место ПДЛ-терапии в зависимости от гистологических вариантов опухоли оно имеет различное значение и цепочка тестирования может быть различное при аденокарсиномии и других неплоскоперечных вариантах рака легкого начинается тестирование с определения наличия и отсутствия мутации генных АЛК и затем уже переходим к ПДЛ-тестированию при плоскоперечном раке если мы установили точную гистологическую форму можно сразу же проводить ПДЛ-тестирование и на ее основе выстраивать назначать иммунотерапию Какие диагностические решения были предложены для определения экспрессии ПДЛ-1 для препарата Pembrolizumab это антитела 22C3 фирмы DACA они помимо того что это основные первые антитела они еще имеют официальную регистрацию FDA позволяющие использовать их как компания диагностик другие диагностические тесты также могут быть использованы для назначения иммунотерапии но перед этим эти тесты должны пройти обязательную валидизацию по отношению к золотому стандарту 22C3 в России можно сказать что зарегистрированы антитела для диагностики DACA PD22C3 они используются с применением автоматической окрашивающей платформы и набора реагентов результаты оцениваются при помощи обычного светового микроскопа продукт реакции выявляется в виде окрашивания мембраны коричневого цвета при этом экспрессии PD211 при немокопережном врате оценивается только на опухолевых клетках ну и тут важно отметить что необходимо чтобы в области было не менее 100 опухолевых клеток что мы не всегда наблюдаем препаратов бронхобиопсии вот это как может выглядеть на препаратах когда негативные реакции нет окрашивания мембраны опухолевых клеток тогда процентное соотношение менее единицы и позитивные реакции от 1 до 100 причем выделяют высокую уровень экспрессии когда более 50% опухолевых клеток имеют полное чтичное окрашивание таким образом тест-система для оценки DACA22C3 прошла валидацию зарегистрированную так в Америке так и в России для работы с помощью этой системы проводится специальное сертифицированное обучение и также осуществляется внешний мониторинг тестирования методика иммуногисхемической оценки экспрессии позволяет минимизировать влияние гетерогенности опухоли на результат исследования и также можно отметить что для тестирования могут применяться различные гистологические варианты опухоли также как архивный материал так и свежие диоптаты спасибо спасибо внимание так и благодарим за доклад и коллеги если есть вопросы просим или пишем в чат дело в том что именно морфологическая часть наиболее сложна поскольку вы знаете что в начале на этапе скажем так внедрения иммунотерапии велось очень много споров касаемый и до сих это ведется касаемо ПДЛ тестирования нужно или не нужно делать ПДЛ тестирование у меня вопрос к Вячеславу Николаевичу как вы считаете на нашем в той степени распространенности уже иммунотерапии охвате в большом количестве уже леченных пациентов как вы считаете нужно ли выполнять ПДЛ тестирование пациентам с раком легкого я считаю что конечно же такое тестирование нужно выполнять но эффективность такого тестирования оно конечно же зависит от полноты информации клинической которая предоставляется морфологу перед выполнением тестирования морфолог должен знать каким препаратом вы планируете выполнять лечение если эта информация недоступна то мы можем принять неправильные решения при проведении этого исследования провести исследования не с тем не с той диагностической системы хотя может быть у нас имелось и так которая именно валидирована под данный препарат поэтому конечно же необходимо выполнять но нужно предоставить информацию морфологу и о нозологии если речь идет не только рак легкого широкого а также какой препарат все-таки вы планируете использовать потому что для некоторых препаратов это тестирование не требуется как мы знаем и мы могли бы зная это тоже обратить внимание доктора на то что нет необходимости пройдет такое тестирование для назначения препарата во второй вене если речь идет о не волумане то есть вот если бы эта информация была то это была бы еще одна из возможностей уменьшить количество ненужных тестов потому что как правило нам приходит направление в котором перечислены весь спектр мутаций весь спектр тестов которые возможны при раке легкого и мы не понимаем чем вы планируете стадии она как правило это входящие данные она еще не уточнена непонятно какой план лечения вы планируете сформировать на основании всех данных и соответственно непонятно необходимо ли это тестирование и каким тестом его нужно делать поэтому все зависит от полноты клинической информации от взаимодействия морфолога и онколога когда ну в общем-то нормально если обсуждать в принципе каждого пациента что мы можем сделать именно для этого пациента что их будет таким мультидисциплинарным подходом он должен быть в том числе и в диагностике не только в лечении но и в диагностике тоже должен быть этот мультидисциплинарный подход потому что эта информация важна для принятия решений спасибо спасибо Вячеслав Николаевич и это еще раз доказывает насколько все решение не только о лечении но и уже на этапе диагностики является мультидисциплинарным то есть мы должны коллеги больше призываю всех больше обсуждать советоваться потому что на самом деле все более и более внедряющиеся опции в лечении не только рака легкого требуют конкретного обсуждения по направлению очень узкие моменты появляются поэтому мы за мультидисциплинарный подход абсолютно с вами Вячеслав Николаевич согласна и думаю что доктора все чаще-чаще будут консультироваться с морковыми уже на этапе диагностики понимания чтобы возникло при планировании плана лечения спасибо большое еще раз за доклад и мы переходим к части лечения исходно именно первой линии иммунотерапии и понимание того как в первой линии иммунотерапии возможно применение монотерапии или комбинированной терапии дело в том что первая линия лечения иммунотерапии она наиболее важна в каком аспекте очень сложно разобраться в тех или иных клинических кейсах с чего же все-таки стоит начинать и в своем большом великолепном обзорном докладе Полина Сергеевна именно сделала акцент на многих аспектах и что хочется непосредственно с чего хочется начать ну и того что актуальность темы лекарственного лечения немелкоклеточного рака легкого она является практически для большинства больных единственной опцией мы понимаем что диагноз устанавливается на третьей четвертой стадии это в пределах 68% и в этой части лекарственной терапии это основной метод лечения эффективной химиотерапии безусловно используется в лечении рака легкого но эффект от химиотерапии конечен при этом мы понимаем что объективный ответ с 17 до 31% и медиана общей выживаемости в пределах 8-12% то есть одногодичная летальность превышает 50% популяция пациентов для получения таргетной терапии она все-таки ограничена да она ограничена непосредственно частота аденокарцинома в пределах до 45% при этом препараты таргетной терапии показаны пациентов только при наличии мутации и GFR алкороз или брак частота клинически значимых мутаций находится в пределах до 25% от аденокарцинома легкого и при этом мы понимаем что общая популяция больных невелкоклеточным раком легкого практически не боливает 12-15% так почему же все-таки иммунотерапия почему это революция в онкологии ну а здесь мы понимаем что иммунотерапия не оказывает цитотоксических эффектов на опухоль она прежде всего подавляет механизмы иммунной толерантности и универсальным механизмом действиями ее вмешения является т-лимфоцит отсюда высокоэффективность то есть возможность достижения длительной выживаемости механизм действия ингибиторов ПДЛ и активации противопоколево-иммунного ответа она на данный момент уже всем хорошо известна и известны препараты которые этой активностью обладают но начало пути это самое большое исследование первой фазы в истории онкологии было инициировано в 2011 году это был препарат пембролизумаб напомню вам это было исследовано демонстрация у нас убежала да да продолжить видно коллеги вот теперь спасибо и непосредственно кейтнот 0001 который впервые была оценена четырехгодичная общая выживаемость первой и второй линии терапии была изучена взаимосвязь с факторами ПДЛ и был сделан существенный прорыв так вот история регистрации ингибиторов ПДЛ при распространенном немелкоклеточном раке легкого в России она трактуется именно начиная с препарата пембролизумаб далее мы знакомы уже с неволюмабом во второй линии далее регистрируется для опухоли с ПДЛ более 50% пембролизумаб в первой линии то есть видите появляется в 2018 году отезолизумаб и преимущественно вторая линия всегда идет первостепенно она идет лечение во второй линии первостепенно чем в первой линии вот в конце 2018 года мы вернем сразу два препарата пембролизумаб и отезолизумаб при немелкоклеточном раке легкого который регистрируется в первой линии и продолжение развития эволюции иммунотерапии иммунотерапевтические режимы все больше переходит в первую линию и регистрируется то есть в монотерапии мы видим следующий пембролизумаб у нас менее в начале более 50% сейчас уже более 1% в комбинированном терапии используется как при плоскоклеточной раке легкого так и не плоскоклеточном раке легкого и напомню вам что пембролизумаб в монотерапии при экспрессии более 50% исследование кейтнот 0.24 дизайн исследования вам известен это исследование третьей фазы где сравнение пембролизумаба происходило с химиотерапией на основе платины основные характеристики пациента были сопоставимы и каков был объективный ответ так вот пациента с ответом на пембролизумаб объективный ответ составил 2,2 то есть это существенные изменения которые произошли и при химиотерапии 28% при пембролизумабе 45% практически в 2 раза общая выживаемость в оценках в 24 месяца была также значима и кроссовер составил 62,3% что же по профилю безопасности ну профиль безопасности вполне прогнозируем в этой ситуации потому что мы понимаем аспекты нежелательных явлений которые вызываются от статической терапии и иммунотерапии и таким образом пембролизумаб продемонстрировал лучшую общую выживаемость в первой линии метастатического немелкоклеточного рака легкого с высокой экспрессией ПДЛ более 50% в сравнении с двухкомпонентной химиотерапией это преимущественно оно выражалось в улучшении общей выживаемости в увеличении медианы общей выживаемости на терапии пембролизумабом которая составила 30% в сравнении с химиотерапией 14-2 месяца что лучше исторически в контроле и средняя продолжительность терапии 7,9 таким образом кроме того пембролизумаб продемонстрировал меньшую токсичность чем все представленные химиотерапевтические режимы что же касается монотерапии при экспрессии более 1% здесь использовалось также сравнение две группы это пембролизумаб это компонентная химиотерапия с препаратами платины кейтнот 042 дизайн исследования и при оценке общей выживаемости в данной группе пациентов мы видим что наибольший выигрыш по общей выживаемости получает плоскоклеточный не мелкоклеточный рак у пациентов моложе 65 лет таким образом пембролизумаб стал единственным терапевтическим препаратом который зарегистрирован в монотерапии первой линии немелкоклеточного рака легком на том этапе и в исследовании кейтнот 024 кейтнот 042 когда касалось именно значения ПДЛ более 50% в 1 значительно увеличение общей выживаемости при сравнительно низкой токсичности еще раз повторюсь профиль безопасности в данной ситуации пемболизумаб более благоприятен по сравнению с химиотерапией что же касается комбинированной терапии чего мы ожидаем от комбинации от комбинации мы ожидаем усиления эффективности ингибиторов сигнальных путей и тем самым ставим вопросы серьезные к увеличению времени помощи выживаемости при неплоскоклеточном мелкоклеточном раке легкого пемболизумаб комбинировался в двух комбинациях это с препаратами платины и пиметриксет и по данным результата кейтнот 189 первичных с известными первичными и вторичными конечными точками было выделено две группы тогда когда мы имели комбинацию пемболизумаба комбинация с платины и пиметриксет и вторая группа это группа не содержащая компонент пемболизумаб исходные характеристики пациентов составим что же по уровню длительности ответа популяции обращаю ваше внимание что полный ответ частичная и стабилизация то что мы называем лучшим ответом это 91% комбинации объективный ответ при этом не зависел от экспрессии ПДЛ при оценке общей выживаемости в исследовании здесь прекрасно видно что 69% общей выживаемости выше чем 49% значительный вклад в общую выживаемость также вне зависимости от экспрессии ПДЛ при этом у больных с неплакоклеточным немелкоклеточным раком легкого с высокой экспрессией ПДЛ они не получали дополнительного преимущества по общей выживаемости при высокой токсичности комбинированной схемы по сравнению с монотерапией что же касается безопасности значит безопасность при проявлении безопасности обращаю ваше внимание что иммуно опосредованно нежелательные явления третьей и пятой степени были конечно же выше в комбинации сопоставлении пемпропиметриксета препарата платины но при этом все случаи были сопоставимы безопасности и в терапии в нежелательных явлениях которые вели к отмене терапии обращаю ваше внимание что несколько выше было в группе пемпропиметриксета препараты платины что же касается отезолизумаба в комбинации с карбоплотиной по клетокселам здесь включается новый препарат бевоцизума в комбинированных режимах при неметастатическом неплоскоглеточном раке легкого в первой линии поддерживающей терапии кроссовера был не разрешен то есть были получены следующие результаты то есть при трехкомпонентном режиме это отеза плюс химиотерапия здесь тренд продемонстрировал в увеличении общей выживаемости данный режим пока на данный момент не зарегистрирован то что касается четырехкомпонентного режима продемонстрировал значительное увеличение общей выживаемости времени без прогрессирования по сравнению с режимом химиотерапии бевоцизума и в данной ситуации была получена регистрация что же касается плоской клетки плоскоклеточного рака легкого. Здесь была изучена комбинация пембролизумаба с карпоплатином и паклитоксилом, китнот-407, и здесь было отмечено существенное увеличение выживаемости без прогрессирования. При этом эффект не зависел от экспрессии ПДЛ. Что же касается комбинированной терапии, какие выводы на данный момент мы можем сделать? Сегодня зарегистрированы режимы как для неплоскоклеточного, так и неплоскоклеточного, немалкоклеточного рака легкого. Если приводить основные исследования касаемо комбинированной терапии, это китнот-189, где показано добавление пембролизумаба в химиотерапию, увеличение общей выживаемости времени без прогрессирования и объективных ответов не зависели от экспрессии ПДЛ. Китнот-407, когда комбинация была исследована при плоскоклеточном раке, также преимущественно общей выживаемости вне зависимости от экспрессии ПДЛ. И исследование МПРОИО-150, мы видим преимущественно комбинации от эзолизумаб-бевоцезумаб-химиотерапии над режимом бевоцезумаб и химиопрепарат. Что говорят в этом случае нам клинические рекомендации для неплоскоклеточного рака легкого именно с драйверными мутациями? Однозначный ответ. Для аденокарциномы, немалкоклеточного рака легкого с драйверными мутациями, предпочтительной в первой линии является именно таргетная терапия. При этом для немелкоклеточного рака с экспрессией более 1 и более 50, мы говорим о том, что при уровне доказательности 1 пембролизумаб-монотерапии и пембролизумаб-монотерапии, при наличии противопоказаний к химиотерапии, когда выражены уровень доказательности 2B, при выраженной коморбитности. Для неплоскоклеточного, немелкоклеточного рака возможны опции и пембролизумаб, либо отезолизумаб в зависимости от выбора, химиотерапия независима, также вне зависимости от PDL. Для плоскоклеточного, немелкоклеточного рака возможны опции, как пембролизумаб с химиотерапией, независимы от уровня PDL. Что говорят клинические рекомендации для неплоскоклеточного и немелкоклеточного рака именно в части комбинаторного компонентной химиотерапии. Мы говорим о том, что пембролизума в комбинации с препаратами платины и пеметрексетом, он рекомендован в первой линии в качестве предпочтительной терапии у пациентов неплоскоклеточным раком и имеет на высший уровень доказательности. Что же для плоской клетки? Для плоской клетки также комбинация химиотерапии с пембролизумабом является более предпочтительной с наивысшим уровнем доказательности. Когда мы говорим о второй линии зависимости от ПДЛ. Во второй линии немелкоклеточного рака легкого, когда в сравнении проводилось именно в исследовании ингибиторов, три препарата основных, которые мы имеем в аспекте лечения иммунотерапии пембра, леотеза, лизумаб и неволюмаб. Здесь мы видим комбинаторику с доцитокселом в каждом моменте. И при обновленном анализе трехлетней выживаемости в данной ситуации мы видим, что предиктивное значение ПДЛ все-таки подтверждено для всех зарегистрированных ингибиторов и иммунных контрольных точек. При этом неволюмаб является независимым фактором прогноза двугодичной общей выживаемости. И при этом отмечен существенный момент, чтобы для того, чтобы добиться повышения общей выживаемости, все-таки необходимо определять ПДЛ до начала лечения и подбирать больных на иммунотерапию по уровню биомаркера, на что даже неволюмаб неэффективен при низком уровне ПДЛ-экспрессии. Что же касается отеза лизумаба. Во второй линии немелкоклеточного рака, то объективный ответ общей выживаемости зависит от уровня ПДЛ-1. Здесь также видно, что все-таки объективный ответ отеза лизумаба в комбинации с доцитоксилом второй линии терапии также зависит от уровня экспрессии ПДЛ. Поэтому вопрос дискутабельный в плане, нужно или не нужно определять ПДЛ до момента старта лекарственной терапии и как в этой ситуации в каждом клиническом случае продиктованы будут особенностями. В каждом клиническом случае особенности течения заболевания, но тем не менее консультирование должно быть морфологами с определением тактики лечения, особенностей, те направления клиники, которые существуют у пациентов. Эта ситуация, она, еще раз повторюсь, будет зависеть от каждого конкретного клинического случая. И вот конкретному клиническому случаю мы сейчас с вами и перейдем и рассмотрим этот аспект именно в преломлении практическом. Коллеги, я вам предоставляю Смолина Сергея. Надеюсь, сейчас он нам более конкретно на практике осветит клинический случай. И мы продолжаем. Каково же назначение в первой линии иммунотерапии при конкретной клинической ситуации у конкретного человека? Сергей, вы нас слышите? Привет. Все видно? Надо чуть громче говорить. Отлично видно, да. Сергей Алексеевич, чуть громче просим. Данная презентация была сделана при поддержке компании ВСБИ. Пациент, 66 лет, увеличен, что уделяет для нас один из самых простых. Сергей, я прошу прощения, а у вас нет гарнитуры случайно? Потому что вас слышно очень плохо, как будто вы говорите из-под воды в подушку. Ну, не настолько, конечно, но не очень хорошо. Согласна с Полиной Сергеевной. Сейчас лучше слышно? Или все так же плохо? Наушники оденьте. Я, если можно, пока Сергей Алексеевич готовится, хотела бы сказать, что у него очень интересный клинический случай. И он из реальной практики. Это пациент, который получает лечение у нас в центре прямо сейчас. Очень непростой пациент. И от самого начала лечения до нынешнего момента, там, получения ответа на терапию, этим пациентом занимается Сергей Алексеевич. И, на самом деле, непростая клиническая ситуация сочетания патологии. Поэтому сейчас, когда он будет готов, я думаю, всем будет очень интересно послушать этот кейс. Вот уже этап подключения устройства. В любом случае, мы без представления клинического случая, мы все доклады были направлены, сконцентрированы именно на клинический случай, чтобы на примере клинического случая реального пациента показать особенности лечения. Дорогие коллеги, меня слышно? Отлично, Сергей Алексеевич. Давайте еще раз представлю пациента. Ему 66 лет. Он курильчик, что для нас является одним из самых простых и важных предикторов иммунного ответа. Считает себя больным с 2019 года, с октября, когда появились жалобы на боли при глотании. Врачу не обращался длительное время. И когда при ларингоскопии обнаружили образование до полутора сантиметров в диаметре корня языка, выполнили ему КТ органу грудной клетки и органу брюшной полости. В области корня языка было выявлено образование размером до трех сантиметров. И пораженные лимфатические узлы подчелюстные до 20 мм, еремные слева 14 мм, справа до 12 мм. Также была выявлена картина воспалительного процесса верхней доли правого легкого. Выполнена функция еремного лимфоузла слева и биопсия образования корня языка. Гистологический и цитологический плоскоклеточный рак ротоглотки. При дальнейшем обследовании по КТ-картине было выявлено пневмония верхней и средней доли правого легкого. Выражена лимфоденфатия средостения. Был назначен антибактериальная терапия, получал препараты групп пенцеринов, торфеналонов. Консультирован лучевым терапевтом и в связи с развитием пневмонии проведение лучевой терапии на первом этапе не было показано. Так как мы увидели выраженную лимфоденопатию средостения, был гастолизирован в отделении общей терапии для бронхоскопии и трансбранхиальный пункт элифотического узла. Пациент соматически чувствовал себя по ЭКОК-статусу даже ближе к ДУМ на тот момент из-за выраженного гидроторакса и явления пневмонии. По скринингу КТ перед гастолизацией в общую терапию выявлена жидкость до 46 мм, увеличенные лимфоузлы средостения, прекарадиальные до 3,5 см, дефоркационные, увеличенные, паратрахиальные до 16 мм, выполнена на пункте опревральной полости справы эвакуированного 1,7 литра сирозной жидкости по цитологии клетки аденогенного рака. Позвольте представить, как выглядело КТ органов грудной клетки на тот момент, где уже видно компрессия легкого, большое количество жидкости параконкрозной пневмонии на фоне образования правого легкого. Было выполнено иммуногистохимическое исследование. По результатам иммуногистохимического исследования исключен был плоскоклеточный рак, то есть данное образование не является метастазом опухоли ротоглотки, P63 экспрессии не было выявлено. Исключена нейроэндокринная дифференцировка опухоли, отрицательность метосизин, CD56, и положительный транскрипционный фактор щитовидной железы, который как раз у нас экспрессируется в ткани щитовидной железы, головного мозга и, в частности, легкого. Поэтому именно сенотип опухоли соответствует первичной аденокарциномии легкого. Было выявлено исследование мутаций IGFR-ILK. Этих драйвных мутаций не было. PDL-TPS более 1%. Учитывая полученные данные, мы уже можем поставить пациенту диагноз первичный множественный синхронный рак, рак ротоглотки CT2N1M0 в первой стадии и центральный рак правого легкого T3N2M1A в четвертой А стадии. По общему соматическому статусу, на основании трех факторов пациента, рак легкого, который осложненный параконкротной пневмонией и выраженным гидроторексом, рак ротоглотки с явлением дисфагии и сопутствующей сердечно-сосудистой патологии по ЭКОК-статусу 1 чуть ближе к 2. Жалобы на боли в горле, затруднение проходимости пищи, выраженную слабость, одышку, периодический кашель с выделением пенистой розовой мокроты. Для нас было очень важно определить и показания назначения тембролизумабу и назначить его в качестве терапии для получения перекрестной эффективности, то есть и для опухоли рака легкого, и для опухоли ротоглотки. По исследованию Кинот 048, в которой включались пациенты с плоскоклевственным раком гортания рта ротоглотки в качестве первой линии, были рандомизированы в три подгруппы, которые получали монотерапию с тембролизумабом, комбинированную терапию с тембролизумабом и стандартную химиотерапию с цитоксимабом. И удивительно, был выигрыш у пациентов, получающих только монотерапию с тембролизумабом, уже при показателях СПС более единицы. СПС, в отличие от СПС, который используется при нём в коверчном браке легкого, использует ещё не только экспрессию PD-L1 в клетках опухолевых, но и в иммунных клетках, лимфоидных. Поэтому это не процент, а коэффициент. При монотерапии с тембролизумабом медиана общей выживаемости была на 2 месяца больше, чем при терапии таргетных с цитоксимабом с химиотерапией. Разница в медиане общей выживаемости при СПС более 20 была ещё более значимой. Также тембролизумаб монотерапией имеет известную эффективность при немококлеточном раке легкого и при плоскоклеточном и при неплоскоклеточном раке, при отсутствии мутаций драйверных и GFR и ЛК. Тембролизумаб в данном исследовании назначался дозировкой 200 мг каждые 3 недели и сравнивался с стандартной химиотерапией платиновым дуплетом. К сожалению, кроссовера на тембролизумаба при прогрессировании на химиотерапии не было, что в какой-то степени могло компрометировать результаты эффективности химиотерапии. Но в любом случае у нас есть данные группового анализа, что пациенты, получавшие иммунотерапию с ТПС более 1%, выигрывали в сравнении с стандартной химиотерапией. Получается, что по данным клинических рекомендаций и НССН, и РУССКО, мы можем назначить комбинацию коробоплотин с поклитокселом в качестве первой линии терапии ракоратоглотки плоскоклечного рака и пембролизумаб в качестве монотерапии нелкоклечного рака легкого. Для нас очень важна, как уже говорили, перекрестная эффективность. А платиновый дуплет коробоплотин с поклитокселом изучен и при опухоли легкого, как и аденокарциномы, так и при плоскоклечном раке легкого. Был приведен он к консилиумам КНС имени Логинова и решено начать противопухоль лечения в режиме кембролизумаб 200 мг с коробоплотином АОК-5 и поклитокселом 175 мг на витр квадрат каждые 3 недели до 4 курсов. Всего было проведено 2 курса противопухольного лечения. Нежелательных явлений, связанных с использованием иммунопрепарата и химиопрепаратов, не было. При контрольной компьютерной томографии органов грудной клетки с внутренним контрастированием после 2 курса, при сравнении с предыдущими исследованиями, отмечают уменьшение размеров образования лимфатических узлов, регресс инфильтративных изменений верхней доли левого легкого, но небольшое увеличение объема профстороннего гидроторакса в состоянии минимальном количестве жидкости в перикарде. Учитывая данные, которые органы грудной клетки, исследования, несмотря на то, что у нас небольшое увеличение гидроторакса, даже невооруженным взглядом, видна положительная динамика на фоне лечения. После 4 курса была выполнена повторная лайнероскопия в области язычного гортана перехода с правой инфильтрации среди издействий не определялась, и париэндоскопическая картина полной регрессии новообразования. Было выполнено морфологическое исследование, биопсия, место, где было образование до этого, и по данным морфологии, подскоплечный рак МСИ, то следует оболочке ротоглотки, инвазивного опухолевого роста не обнаружено. То есть у нас практически полный ответ по опухоли ротоглотки. По месту жительства, выполнено которое на грудной клетке, выявлено образование на уровне С1,3,5 правого легкого, но без динамики в сравнении с прошлой компетентом графии. И, как и был до этого, внутрикрудная лимфоденфатия тоже без динамики. На момент создания этой презентации диски последнего исследования были отданы на пересмотр, учитывая то, что пациент отметил появление боли за грудиной. И, учитывая то, что было проведено 4 полных курса противопухолитерапии, в зависимости от результата пересмотра у нас есть разные опции дальнейшего лечения. При положительной динамике, при стабилизации опухолевого процесса будет назначена поддерживающая терапия пимбальзумабом 200 мг каждые 3 недели и местное лечение опухоли ротоглотки. Это либо оперативное вмешательство, либо лучевая терапия. При отрицательной динамике, но без ухудшения соматического статуса, состояние может быть расценено как сердопрогрессирование на фоне иммунотерапии и должна быть выполнена повторная катаорган грудной клетки через 2 введения пимбальзумаба для подтверждения прогрессирования заболевания. При выраженном ухудшении соматического статуса здесь уже должно рассматриваться изменение лечения. В заключение хочется сказать, что для подтверждения метастатического процесса необходима биопсия историчных очагов с последующим гистологическим исследованием. Нельзя сразу же говорить, например, при наличии гидраторакса в февральной полости, при наличии первичной опухоли ротоглотки, что это будет обязательно за счет метастазирования опухоли плоскокречного рака. Лечение первичной множественных заболеваний требует подбора противопухолевых препаратов с перекрестной эффективностью. И пимбальзумаб в данном случае для нас очень удобен, имеет доказанную эффективность при 16-ти нозологии, не считая все остальные опухоли с высокой микроспилитной стабильностью, с дефишенцией, с высокой мутационной нагрузкой в опухолевой ткани. Спасибо большое за внимание. Спасибо, Сергей Алексеевич. Коллеги, у кого есть вопросы по тактике, по выбору возможности обсудить, как бы вы поступили в этой ситуации? У меня вопрос есть. Отлично. Мы имеем опухоль ротоглотки, как я понял. При опухолях этой локализации обычно проводится еще HPV-тестирование. Как бы поменялась тактика лечения? Повлияло бы позитивные HPV-статусы и негативные на тактику лечения как-то этого пациента или нет? Учитывая, на самом деле, основное улучшение соматического статуса за счет метастатического процесса опухоли легкого, на тактику лечения это не повлияло бы. Здесь мы ищем все-таки выигрыш за счет основного заболевания, лечения основного заболевания. Поэтому, тем более, пациент является курильщиком, что является для нас одним из основных факторов иммунного ответа. Поэтому, да, не повлияло бы на тактику лечения. В любом случае, нужно было лечить и метастатическую опухоль легкого. Вячеслав Николаевич, удовлетворены ответы. Да, да, да. Да, еще вопросы. Потому что, на самом деле, случай очень интересный. И он не просто интересен со стороны именно представленной позиции рака легкого. Здесь имеет место первично множественный характер поражений. То есть работа препаратов различных, скажем так, направлений. В любом случае, если возникают вопросы, всегда их можно задать. Мы всегда можем приступить к их обсуждению на последующих школах. От имени всех слушателей мне хотелось бы поблагодарить докладчиков. Именно в Московском клиническом центре и руководителя отделения химиотерапии Полина Сергеевна, руководителя непосредственно патологоанатомического отделения Вячеслава Николаевича и Сергея Алексеевича и успехов в лечении пациента в дальнейшем. Спасибо за великолепные доклады, за старт школ, касаемых непосредственно именно серьезной и важной проблеме. Спасибо, коллеги. Хороших выходных. Благодарю вас. Всего доброго. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Всего доброго.